Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала. Не знаю, как сказать. Учитывая рост цен. Это все бесполезно. Народное мнение. В Кирове 12 часов и 1 минута. В прямом эфире программа «Народное мнение», передача, в которой вы можете поделиться своей точкой зрения, своими предложениями и соображениями по теме передачи. У микрофона Владимир Сметанин. Номер нашего прямого эфира 211-101. Номер для СМС, как обычных, так и сообщений в популярных мессенджерах 8909-720-101 и 0. В последние дни практически в ежедневном режиме в городских СМИ и городских пабликах можно встретить такие новости с такими заголовками. В Кирове таксист сбил 8-летнего ребенка. Пьяный пенсионер на «Ладе» врезался в дерево. На Октябрьском проспекте опрокинулся автомобиль. В ДТП на трассе «Вятка» погибли два человека. На «Лепсе» сбили двух пешеходов. Водитель иномарки погиб, врезавшись в молоковоз. В Кирово-Чепецком районе в результате наезда на «Лосе» погиб человек. И это новости только лишь за последние примерно 10 дней. Многие, да, уже перестали обращать на это внимание, считая, что ДТП – это своего рода часть нашей жизни. То, что было и будет, и избежать этого невозможно. А еще, на мой взгляд, многие уверены, что уж с кем-с кем, а со мной-то этого не произойдет. Ну как же, я законопослушный пешеход, ничего не нарушаю, перехожу дорогу только лишь на зеленый свет. Ну или я примерный водитель и строго соблюдаю все правила дорожного движения. Нет, практика показывает, что это далеко не так. Ну вот, к примеру, думал ли, что станет участником дорожно-транспортного происшествия 18-летний кировский парень по имени Максим, который 2 июня 2020 года просто шел по тротуару у перекрестка Ленина и Розы Люксембург, и на него после столкновения на проезжей части вылетел автомобиль. Парню ампутировали ногу впоследствии. Или нашумевшее происшествие 17 августа 2021 года в Чистых прудах в Кирове. Точно так же машина после столкновения врезалась в людей на тротуаре и просто подмяла их под себя. Один из пострадавших, 6-летний мальчик, через два дня скончался в больнице. И такие примеры, если брать масштабы всей страны, можно приводить просто бесконечно. Да, стоит признать, что в Кирове и по всей области предпринимаются меры для повышения безопасности на дорогах. Но вот вопрос, насколько они эффективны? Почему аварий с жертвами у нас по-прежнему много? И как вы оцениваете и поведение водителей, и пешеходов, и других участников дорожного движения? Как изменить дорожную ситуацию в лучшую сторону? И как защитить себя от этих трагичных инцидентов? Давайте общаться на эту тему, 211-101, номер нашего прямого эфира, повторюсь, номер для сообщений 8-909-720-101 и 0. Если вам удобно пользоваться социальной сетью ВКонтакте, заходите в группу нашей радиостанции там. И прямо под постом с анонсом сегодняшней передачи можно комментировать все это дело. Вот один, например, из комментариев уже могу прямо сейчас озвучить. Валентина написала о том, что когда-то был бум на дорожное движение, в садиках и парках были городки, работники охраны движения. О чем идет речь, я, конечно, с трудом себе представляю. С лекциями приходили часто, может, это все возобновить, и может, для пешеходов тоже лекции читать прямо в парках. Что вы думаете по этому поводу? И со слушателями сегодня пообщаемся, я надеюсь, и с экспертами в ходе нашей передачи. Ну и, как обычно, совместно с газетой «Источник новостей» накануне сегодняшней программы мы вышли на улицы Икирова, и те же самые вопросы задавали простым прохожим. Как они оценивают свою безопасность как пешеходы? Как пешеходы оценивают поведение водителей кировских? Как водители воспринимают поведение пешеходов? Какие меры, возможно, стоит предпринимать для повышения безопасности дорожного движения? Видео-версия этого опроса по традиции размещена в группе нашей радиостанции ВКонтакте и в группе газеты «Источник новостей». Ну, а прямо сейчас предлагаю вам послушать аудио-версию этого опроса, услышать те ответы, которые давали нам горожане. Пожалуйста, сейчас мы это послушаем. Народное мнение. Можно разделить киров на две составляющие. Это центральный киров, где есть большое такое напряженное движение, большое количество машин. Есть отдаленные районы, вот я, например, на 41-м живу, у нас там машин раз-два и общался, да. У нас там люди по проезжей части ходят по диагонали, прям по ней могут гулять. Это считается нормой. В Кирове, в принципе, у нас, что называется, пешеходы не пуганные, переходят где хотят, как хотят. И это довольно проблематично. Эта вся работа должна вестись еще со школы, с садика, говорить, что вот надо переходить вот так-то, показывать, проводить практику. Я считаю, если я сама соблюдаю правила, то все хорошо, я их соблюдаю, потому что у меня сын водитель, и сноха водитель. Самонадеянность, самоуверенность излишняя. Да, самоуверенность, надеянность. А сами не водите? Ну что вы, старуха такая. Я говорю, куда торопятся? У меня вот зять, он ездит тихо, нормально, говорит, куда спешить? Там всегда успел быть. Все беды и все проблемы от спешки. Да. Для велосипедистов нет определенных дорожек. Нет мест, где можно цивилизованно и безопасно передвигаться. В многих городах ездить нет. А как в целом водители относятся к велосипедистам у нас в городе? Нормально. Нормально? Перестали учить людей это самое? Ну вот он отучился, права получил, все, он участник движения. Без прав ездят, правила вообще не соблюдают это самое. Чтобы сделать обгон, это самое, я не стал ездить, я не мог ездить, не смог ездить. А если я скорость увеличиваю, это самое, я в колонию фрежусь. Если я тише и у меня кто-нибудь верю, я ездить не стал, не смог. Надо учить и надо, конечно, требовать. У нас очень по-бадлядски водят. У меня есть идея вообще начать ходить с монтажкой. Вот. И в случае покушения на мою жизнь просто... Отвечать тем же. Но если ты на тазе, значит ты какой-то особенный. И значит тебе можно давить человека. А как думаете, как повышать безопасность? Я не знаю, больше светофоров, больше знаков, разметки или какие-то другие меры нужны. Вот мне кажется, с водителями надо как-то или беседовать, или, не знаю, внушать им что-то. Ну чтоб они не носились, как угорелые. Вот у меня больше водители пугают, когда особенно с детьми идешь маленькими. Ну как-то это настораживает. Они заранее должны, они же ездят по городу, они знают, где эти пешеходы, где светофоры, но они должны заранее так-то притормазывать. Больше вот этих вот сейчас вот, получается, стрелочки. Стрелочки? Вот эти стрелочки, когда они есть, то они получше немножко. Вы имеете в виду дополнительные стрелки секции светофоры? Да. А с пешеходами нерадивыми как поступать, которые переходят дорогу в неположенном месте? Бывает. Грешите этим? Бывает. Бывает. Особенно около остановок, потому что перекресток вот на Солнечный, он находится очень далеко, а остановка почти что на метров 200 этот. И вот надо если идти, пока ты идешь, автобус уже давно приехал и уехал, и ты невозможно перейти. Да, как будто бы водители очень торопятся постоянно, и на пешеходах часто такое, что вот тормозят там полуметра от меня. Бывает такое, да. Вы сами переходите дорогу в неположенном месте? Нет. Стараетесь не переходить? Не знаю, как пешеход, наверное, проблем особо не испытывал, но иногда бывают такие места, где опять же нет вообще никакого пешеходного перехода, там просто вообще не будет перейти. И там бывает, типа, что вот тут все ходят и не пропускают, хотя чем-то там остановиться стоит, то есть там скорость зрения очень низкая, там ездит километров 10 сейчас, вообще какой-нибудь двор. И то есть переходишь там, и тебе все равно сигналит, мол, уступи мне дорогу. Ну, я бы, наверное, сказал, что не хватает уважения немножко на дорогах между пешеходами и водителями, и велосипедистом очень хочется сказать и напомнить про правила, что когда переходим дорогу, мы слазим со своих коней железа. Расширение дорог, специальные полосы для общественного транспорта. Если пофантазировать, конечно, это было бы идеально. Но, насколько я понимаю, наша инфраструктура не позволяет нам расширять дороги. Вот. Вот культура, кстати. Народное мнение. Ну, а как вы оцениваете то, что происходит на дорогах областного центра и региона в целом, культура водителей, поведение пешеходов, можете высказать свободным. Ну, прямо сейчас, 211-101, наш прямой эфир, номер для сообщений 8909-720-101, но если вот читать сегодня новости с утра, на новостных порталах опять можно видеть сообщения о каких-то ужасных авариях. Например, вчера вечером в Котельническом районе столкнулся легковой автомобиль с фурой, прикладываются фотографии этого происшествия. Выглядит, конечно, это все жутко. Частично фура перегородила проезжую часть, лежит она на боку и частично в кювете. 211-101, жду ваших звонков. Вообще, если обращаться к теме дорожной безопасности с позицией Государственной инспекции безопасности дорожного движения, то наши постоянные слушатели прекрасно знают, что сотрудники ГИБДД участвуют в наших эфирах. И накануне лета они предупреждали о вероятности возникновения традиционной для теплого времени года ситуации. Все прекрасно знают, что когда погода хорошая и когда дорога хорошая, отремонтированная, тем более водители не стесняются набирать приличную скорость движения. И это одновременно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Возможно, именно с этим связано большое количество вот таких неприятных и трагичных ситуаций. Вот как раз сейчас с представителем Госавтоинспекции я и собираюсь поговорить. Мария Шилеева, начальник отдела управления ГИБДД, управления МВД России по Кировской области с нами на связи. Мария, добрый день. Добрый день. Добрый день, приветствую вас. Заканчивается первый летний месяц. И вот буквально последние дни ежедневно можно читать новости о каких-то очень серьезных происшествиях на дорогах нашего региона. Понятное дело, что этот первый летний месяц выдался напряженным для автоинспекторов. И создается ощущение, что у нас по этой части ухудшение произошло по отдельным показателям. Так ли это? Подтвердите. Ну, если в целом вороть ситуацию на дорогах Кировской области в 2022 году, то ситуация достаточно напряженная. Количество автомобильных аварий, количество травмированных в них людей у нас снижается примерно на 13-16%. Однако растет количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Всего в этом году на дорогах Кировской области погибли 64 человека и 755 получили травмы различной степени тяжести. Если мы отдельно возьмем областной центр, то ситуация в принципе та же самая. Количество ДТП, количество травмированных в них людей сокращается. Количество погибших, к сожалению, тоже растет. В городе Кирове у нас в этом году уже погибли 8 участников дорожного движения и 368 получили травмы различной степени тяжести. Однако, если мы возьмем июнь месяц этого года, то мы увидим небольшую динамику, положительную динамику. То есть количество ДТП сократилось, количество погибших сократилось и количество травмированных тоже немного сократилось. Это в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, да? Да, если мы сравним эту ситуацию с 2021 годом. То есть у нас в прошлом году на сегодняшнюю дату было 7 погибших в дорожно-транспортных, вернее 8 погибших. На сегодняшний день у нас 7 погибших. Количество травмированных в прошлом году было 202 в июне месяце, вот на сегодняшний день в этом году 141. Самую большую беспокойность у нас вызывает ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. К сожалению, в этом году число травмированных детей растет практически каждый месяц. И в июне месяце количество травмированных в автомобильных авариях несовершеннолетних возросло на 50%. В 16 до 25. Что это за категория участников, да, простите, что перебиваю, что за категория участников дорожного движения? Это дети-пешеходы, дети-велосипедисты, дети-пассажиры. В июне месяце это чаще всего дети-пешеходы и дети-велосипедисты. Причем и те, и другие чаще всего попадают в автомобильные аварии по своей халатности и неосторожности. То есть буквально вот у нас тут три ДТП подряд, когда дети-велосипедисты в возрасте до 16 лет наезжали на транспортные средства. И здесь, конечно, бы хотелось обратиться к родителям, чтобы они каждый день напоминали детям о соблюдении мер безопасности при участии в дорожном движении. Каждое утро мама или папа, уходя на работу, должны сказать сын, дочь, выходя из подъезда своего дома или выходя из калитки своего дома, ты уже становишься участником дорожного движения. Включи внимание, будь дисциплинированным и соблюдая все эти правила, по которым живет улица и дороги. Такой утренний инструктаж, да, проводить со своими детьми? Обязательно. И даже не только утренний, и вечерний тоже. И каждый родитель обязательно должен знать, чем будет заниматься его ребенок в течение дня. Хорошо, если он ходит в лагерь, да, в пешкольный лагерь. Тогда вы обязательно с ребенком пройдите безопасный маршрут передвижения. И буквально две трети дня он занят в лагере, естественно, он под присмотром. Во второй половине дня родители тоже должны знать, где гуляет их ребенок. Во дворе. Если кататься на велосипеде, то обязательно это закрытая площадка, специализированная площадка. Мы все помним, что до 14 лет мы не едем по дорогам общего пользования. Ну и в городе Кирове я бы, в принципе, после 14 не всем бы рекомендовала выезжать на дороге общего пользования, потому что движение действительно очень интенсивное. Мария, если вернуться к водителям и к тем авариям, которые вы вначале как раз-таки освещали, не затрагивали со стороны водителей, какие нарушения преимущественно правил дорожного движения ведут к трагичным последствиям и к трагичным ДТП. Что нарушают непосредственно те, кто за рулем сидит? Вот в этом году одним из ведущих видов ДТП стало столкновение транспортных средств. И здесь две причины. Самая первая – это выезд на полосу встречного движения, особенно в тех местах, где это запрещено. То есть водители, выезжая на встречную полосу, совершают столкновение с другими транспортными средствами и, к сожалению, чаще всего это ведет к летальным последствиям. Если мы опять же обратимся к статистике, то более половины летальных происшествий как раз связаны с выездом на полосу встречного движения. Вторая причина – это несоответствие скорости конкретным погодным и дорожным условиям. По данной причине у нас погиб каждый четвертый участник дорожного движения, то есть это 16 человек, и 127 получили травмы различной степени тяжести. Обращаясь ко всем водителям, я хочу напомнить о том, что нужно соблюдать скоростной режим. Скорость должна позволять водителю сдержать транспортные средства под постоянным контролем. Особенно внимательнее нужно быть в проливной дожди, которые у нас здесь недавно были, и снижать скорость даже ниже установленной в том или ином месте. Ну и, конечно же, прежде чем совершить любой маневр, особенно такой сложный маневр, как обгон, нужно быть уверенным в его безопасности. Я думаю, что во многих ситуациях еще совокупность факторов имеет место быть, когда водитель и превышает скорость, и он выехал навстречку при этом, и при этом он еще, возможно, и устал, и уж, не дай бог, находится в состоянии опьянения. То есть совокупность такая зачастую наверняка встречается. Конечно, в чистом виде одной причины никогда не бывает. Превышение скоростного режима или несоответствие скорости, плюс отвлечение внимания на какой-то другой объект обзора. Далее выезд на полосу встречного движения. Опять же, чаще всего бывает связан с превышением скоростного режима. Конечно, факторов много, и каждый водитель должен помнить, выезжая из пункта А в пункт Б, что он должен быть внимателем и дисциплинированным. Ну, я думаю, еще можно напомнить водителям о том, что у нас же лето постепенно набирает обороты. Вот июнь был не очень теплым, но июль традиционно у нас будет жарким летним месяцем, и жара тоже может сказаться не лучшим образом на состоянии водителей. Вот тут некие рекомендации и советы напомнить, я думаю, своевременно сейчас не помешает. Ну, в первую очередь, я думаю, каждый водитель должен помнить о том, что он не должен садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии. Если вы себя не очень хорошо чувствуете в жару, если вы понимаете, что у вас поднимается давление, головокружение, то любые поездки лучше всего обложить. Если вы собираетесь в жару в далекие путешествия на дальнее расстояние, то обязательно возьмите с собой воду. Обязательно возьмите с собой одежду легкую, которая бы способствовала комфортному управлению транспортными средствами. Каждые два часа лучше останавливаться, делать какие-то передышки, выходить из транспортного средства, пить воду, обращать внимание на свое самочувствие. Ну и, конечно, быть дисциплинированными, как я уже говорила. Ну и традиционно стоит напомнить, что сотрудники ГИБДД ориентированы на помощь водителям при возникновении ситуации каких-то сложных. Можно обращаться к инспектору. Обязательно. Если вы попали в какую-то непредвиденную ситуацию, или вы понимаете, что вы заблудились, или что-то у вас случилось, обязательно обращайтесь к ближайшему наряду ДПС, звоните в дежурную часть ГИБДД, напомню, телефон 58-88-88. Также вы можете позвонить 02112. Безусловно, сотрудники госавтоинспекции вам помогут. Спасибо. Спасибо за информацию, за комментарии. Мария Шелеева, начальник отдела управления ГИБДД, управления МВД России по Кировской области. Благодарю вас. Ну вот мы услышали эти печальные цифры статистики. Более 60 уже погибших на дорогах нашего региона за первую половину текущего 2022 года. Если еще вспоминать цифры статистики и посмотреть, что происходило на дорогах Кировской области в прошлом году, то, как отчиталась госавтоинспекция в начале этого года, по итогам 2021 года у нас погиб 131 человек и более 2000 жителей Кировской области и гостей Кировской области получили травмы. 131 житель, но это, по-моему, сопоставимо с населением какой-нибудь небольшой деревни или села. Ну а что касается общей смертности в ДТП на российских дорогах, то, безусловно, за последние годы она серьезно снизилась. В 2021 году по всей стране в ДТП у нас погибло почти 15 тысяч человек. 15 лет назад речь шла о цифрах куда больших. Например, в 2007-2008 у нас число жертв доходило до 30 тысяч человек. Ну и, как известно, российское правительство еще, по-моему, в 2018 году принимало программу, в которой говорилось о том, что к 2024 у нас смертность должна серьезно снизиться и составить вот такая любопытная формулировка, интересный такой подход, 4 погибших на 100 тысяч населения. Но если нехитрые математические усилия применить, то получается у нас население региона 1,2 млн с небольшим, то есть умножаем цифру на 12, 12 на 4, ну почти 50-48. Так вот, около 50 человек по прогнозам правительства российского в нашей области в ДТП должно, уж простите за такую странную формулировку, гибнуть в 2024 году. Пока у нас цифра 131, и она превышает этот прогнозируемый показатель в 2-2,5 раза. 211-101, номер нашего прямого эфира, если хотите, пишите в мессенджерах, и традиционные смс-ки тоже принимаются, 8-909-720-101-0. Алло, вы в эфире, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Вадим. Вадим. Вы водитель или пешеход? Сразу хочется уточнить. Водитель, 4 года стажа. А, 4 года стажа. Ну, кстати, ну да, вы уже вышли за пределы начинающих водителей, да, они у нас до двух лет считаются. А вот интересный вопрос. Как вы начинали водить в Кирове? В Кирове, да, ведь по дорогам Кирова, областного центра в основном ездите. Многие же просто жалуются у нас на более опытных водителей. Новички, я имею в виду, жалуются, что каким-то образом притесняют, пытаются подрезать на дорогах. В общем, как у вас процесс обучения уже, когда вы получили права, проходил привыкание, так скажем, к нашему движению? Ну, привыкал, в принципе, быстро. Потому что, ну, я издал в первого раза, конечно, все сразу, и, соответственно, сразу же наклейку наклеил, то, что начинающий водитель этот желтый знак. Да, вот требует правила, конечно, да. Да. Вот, и когда есть такой знак, в принципе, водители, ну, снисходительно относятся, так сказать, и, ну, чаще пропускают. Понимание. Я даже по себе заметил, когда спустя три года отклеил этот знак, уже как бы не так часто начали пропускать там где-то, то есть где-то подрезать, ну, все такое. Ну, и вот спустя, да, ну, и вот спустя четыре года вашего опыта, какие выводы делаете сейчас в отношении поведения других водителей, и как себя на дороге ведут пешеходы? Как оцениваете обстановку в областном центре? В принципе, вождение, культура вождения, она улучшается, конечно, немного, если сравнивать там спустя пять лет предыдущие. Вот. Но все равно этого недостаточно. Ну, вот что больше всего вас раздражает? Что больше всего раздражает? Или даже бесит, как мы привыкли говорить? Ну, бывает поворотники включать, то есть на банальных там поворотах. То есть ты вроде едешь на скорости, держишь дистанцию, ну, вроде там 40-60 км в час, в принципе, не суть важна. А там человек резко поворачивает, например, направо или налево вздумал. И без поворотника. Не показывает, да, указатель. Ну, да, то есть как бы. Либо резко там перестраиваться, то есть внезапно, ну, тоже без поворотника. То есть где-то тоже бывают, ну, разные случаи. В основном, конечно, с такими частенько сталкиваешься. А как оценивать уровень развития дорожной инфраструктуры, так называемой? У нас в городе знаки, разметка, светофорное регулирование. Меня вот, например, очень беспокоит ситуация. У нас из года в год дорожная разметка появляется, ну, вот в том размере. В том объеме, вернее, который планировала администрация. Она у нас появляется ближе к концу лета. У нас там всего ничего остается до холодного сезона. Соответственно, под, я как говоря, под вопросом эффективность расходования денег на эту самую дорожную разметку вас беспокоит, в частности, эта тема? Отсутствие? Ну, эффективность, понятно, что беспокоит. Потому что красят, как правильно сказали, к концу лета, например. Они не успевают полностью. А у нас снег уже выпадает обычно, ну, ноябрь-декабрь. Иногда даже октябрь бывает. Вот, ну. И там под снегом-то даже толком-то и не видишь уже разметки. То есть, дай бог, на нее посмотришь 3-4 месяца и все. А что, на ваш взгляд, последний вопрос, кардинально бы улучшила безопасность движения у нас в городе? Прямо, чтобы каждый из нас ощущал себя максимально защищенным, выходя на улицу или сидя за рулем своего любимого автомобиля. Ну, самое важное правило – следи за собой. Если следишь за собой, то и другие будут следить за собой. В общем, как в песне у Виктора Робертовича, у которого давно 60-летний юбилей был. Спасибо большое, Вадим. Спасибо, наш слушатель, водитель 211-101. Прямой эфир, тоже можете дозвониться и высказаться. Либо можете написать 8-900-9-720-101-0. Ну, как часто у нас принято приводить в пример по данной теме высказывания каких-то руководителей, видных российских персон. Но я уж сейчас приведу слова самого видного человека в нашем государстве, президента Путина. Он на протяжении своего президентства, это уже более, как известно, 20 лет, неоднократно высказывался о том, что надо повышать культуру водителей. Последний раз, если не ошибаюсь, он громогласно об этом объявлял в феврале 2022 года. Было некое заседание в МВД. Вот что сказал глава государства. Порядка на дорогах у нас стало больше в последнее время. Но, с другой стороны, по-прежнему высокосмертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наезда на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах. Ну и тогда, вот в феврале, президент Путин призвал госавтоинспекцию и другие силовые структуры активно взаимодействовать с различными общественными объединениями и организациями по повышению безопасности на дорогах. Что конкретно имелось в виду под этим, к сожалению, сейчас не могу каким-то образом прокомментировать. Будет ли у нас когда-нибудь вот это приложение, в частности, мобильное приложение, о котором уже очень давно говорится, когда простой, обычный житель города или житель другой местности мог бы зафиксировать на свой мобильный телефон на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя или со стороны другого участника и отправить это все в соответствующие органы. А потом, бац, ему и штраф пришел. Или каким-то образом его другим наказали. Еще один эксперт у нас на связи, Шамиль Бузиков, член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Шамиль, приветствую. Добрый день. Добрый день. Мы в последнее время все говорим про ремонт дорог в областном центре, но как-то вот забываем, на мой взгляд, рассмотреть это с ракурса повышения безопасности. В общем-то, государство, реализовывая эту программу, оно уверяет нас в том, что в итоге печальных, трагичных событий на дорогах становится меньше. И еще их, вроде бы, будет меньше. Новые светофоры у нас устанавливаются, шумовые полосы. Ограждения всевозможные. На ваш взгляд, в правильном ли мы направлении идем? Или какие-то еще кардинальные иные меры стоит предусматривать? Ну, тут ситуация, на самом деле, двоякая. Первый момент. Мы улучшаем качество дорожного покрытия. Ну, и это следствие, как следствие из этого, это приводит к тому, что растет средняя скорость движения транспортных средств на наших автомобильных дорогах. Да, да, или люди жалуются. Да, да, да. Это прекрасно понимает. И политику складывают таким образом, чтобы эту среднюю скорость, по сути дела, снизить. Поэтому внедряются всевозможные светофоры, барьеры, ограждения, шумовые полосы, так называемые островки безопасности, ну и так далее, и тому подобное. То есть это, ну, по сути дела, вынуждена мера на то, чтобы снизить эту среднюю скорость. В принципе, ну, это логичное проявление на то, на вот эту вот проблему, которая возникает в результате качественных дорог, увеличения средней скорости. Закономерная такая работа, да? Да, да, да. А вот ваш личный взгляд, вот как водителя в том числе, я, например, против осветофоривания так называемого городского пространства, ну, потому что это, на мой взгляд, не дело, когда ты буквально через каждый квартал останавливаешься на светофоре постоянно. Стоп-старт, стоп-старт. Ни о какой зеленой волне у нас и речи не идет, хотя нам давно обещали что-то там подумать по этому поводу. Ну, это на самом деле проект «Умный город». Вот то, о чем вы говорите, именно зеленая волна светофоров. И не так давно, ну, относительно не так давно она была, допустим, на Котябрьском проспекте. Если вы в среднем двигались по скорости 60 км в час, то попадая под зеленую волну, скажем, в районе танка, вы могли прекрасно понимать, что к району ЦУМа вы уже проедете, именно под зеленую волну нигде стоять не будете. Это какой-то момент было. Сейчас же время работы той или иной секции светофора регулируется в основном от интенсивности дорожного движения, как в обоих направлениях. Поэтому, в принципе, такое вот понятие, как зеленая волна, она исчезла. Плюс проблема в том состоит, что вот о светофоровне объектов произошло, но каждый светофорный объект, он работает разобщенно от друг друга. То есть не учитывается влияние всех светофоров или, скажем, светофоров какого-нибудь отдельного дорожного участка, да, или какого-нибудь отдельного микрорайона. И они не работают синхронно друг с другом. То есть они не подключаются, нет, допустим, там определенной какой-то волны связано с, допустим, работой в часы пик. Ну, скажем, в вечернее время, в утреннее время, когда все идут как раз на работу, с работы и так далее. Если вы могли обратить внимание, вот те табло, на которых указано время, когда бы вы там не находились, какое бы период времени, хоть ночью вы там поедете, вот, вы будете, вы обнаружите то, что время там стоит одно и то же. То есть какого-то установили, такое оно и стоит. В связи с этим, вот, все, по сути дела, эти проблемы, они и есть. Ну, конечно, да, мы получаем более качественные автомобили дороги, но, как бы сказать, комфорт, а вот передвижение в городе мы не получаем. Это закономерно. Почему? Потому что вот этими всеми техническими способами нам эту скорость ограничивают, по сути дела, снижают, убирают. Ну, и мы не получаем такого вот эффекта, которого бы хотели. То есть не наступает такого, так сказать, коллективного счастья, что ли. Шамиль, я прошу прощения, у нас сейчас в эфире должна быть небольшая рекламная пауза. Можете остаться еще с нами немножко на связи, мы поговорим после этой рекламы. Хорошо? Хорошо. Да, хорошо, да. Реклама сейчас. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение. Безопасность дорожного движения и в Кирове, и в нашем регионе в целом. Это тема сегодняшней передачи «Народное мнение». Как вы оцениваете ее уровень в настоящее время и какие меры могли бы предложить по улучшению? 211-101, прямой эфир, 8-909-720-101, и 0. Шамиль Бузиков, надеюсь, с нами на связи. Член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Шамиль, мы слышим друг друга. Еще вопрос очень хороший. Мировой опыт, то, что применяется давным-давно, это разделение, разведение потоков участников дорожного движения. Общественный транспорт по своим полосам едет, движутся по своим специальным дорожкам, выделенным велосипедисты, например, или водители средств индивидуальной мобильности. Ну и к тому же цивилизованный опыт подсказывает нам разводить потоки автомобилей и пешеходов, то есть когда они уводятся с одного уровня. Для этого нужно подземные пешеходные переходы делать, либо надземные. Других путей нет. Вот об этом нам остается только мечтать, на ваш взгляд? Говорить как о чем-то далеком, светлом и недоступном? Нет, причем на самом деле? Это даже не долгосрочная перспектива, это объективная реальность. Ну, если вы помните, не знаю, события, которые у нас были, произошли возле торгового центра «Глобус», большой, который Новоровского, ну, напротив Макдональдса, бывшего Макдональдса, если правильно так будет говорить, вот там сбили ребенка. Там был пешеходный переход, сбили ребенка, и если вы помните, после этого сразу начались проектные работы, и мы что там теперь имеем? Имеем подземный переход. Печально-то другое, понимаете, что вот все-таки резонансные ДТП, связанные с гибелью людей, приводят в итоге к появлению там все-таки вот этих вещей, о которых вы говорите, именно разведение потоков надземных пешеходных переходов, подземных пешеходных переходов. Если вы, ну, почитаете так, вспомните историю, все практически подземные переходы в городе Кириво, которые есть, они построены, так надо сказать, на крови. Им можно присваивать имена, да, погибших. Абсолютно верно, да. Извините за такую сарказку. Да, пешеходный переход там вот этого, вот этого. Пешеходный переход там имени того до того. На самом деле это правда. Это ужасно, на самом деле очень ужасно, но это так и есть. И вот когда вот это все дело происходит, у нас тогда действительно, ну, мы доходим до этого, что другого выхода нет. Ничего мы не можем с этим сделать. Ни камеры, ни светофоры, ни шумовые полосы, ни лежачие полицейские ничего не помогают. Тогда, да, в ход идет вот именно такие приемы. Это уже радикальные приемы, которые, ну, по-другому уже вы в ДТП, проще сказать, не попадете никогда. Но это на самом деле правильно. Просто работать там нужно, понимаете, не латая дыры, да, не на крови работать, а работать, думать на перспективу, наперед. Что да, мы имеем светофор, он проблемный. Не имеем пешеходный переход, он проблемный. Он приносит столько-то проблем. Здесь вот были наезды на пешеходов, ну, без травм, без жертв, скажем так, да, без каких-то глобальных вещей. То давайте сразу мы подумаем наперед и здесь организуем подземный переход. Все, конечно же, упирается банально в деньги. Если есть деньги, мы будем делать. Нет денег, нет финансирования, ничего делать не будем. Будем ограничиться, и мерами какие вот есть. Увы. Упирается просто финансов. Да, материальный вопрос, он здесь играет первоочередную роль, да. Спасибо большое за... Спасибо большое за комментарии, за участие в Народном мнении. Шамиль Бузиков, член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. У нас остается еще немного времени, и вы можете еще дозвониться в наш прямой эфир 211-101, номер для сообщений ваших 8909-720-101 и 0. Вот сейчас хочу напомнить о том, какие у нас меры в плане повышения безопасности движения в Кирове реализуются. Та практика, которая сложилась в последние годы, это установка новых светофоров. И в этом году, как нам сообщала ранее администрация, у нас 10 новых электронных регулировщиков появятся. Некоторые из них уже приступили к работе. Это, например, адреса Шинников 33А, Казанская 50, Дзержинского 19, в Новоавиатском районе Коммунистическая 30, Милицейская 50, Апарина 14, ну и так далее. Ну и вот то, о чем давно говорилось, что светофор будет новый установлен на печально известном перекрестке Воровского и Володарского, где долгое время был нерегулируемый пешеходный переход, и там постоянно происходили, вернее, трагедии. В том числе, всем прекрасно знаем, девушка молодая погибла не так давно, там светофор заработал. Но, кроме того, у нас еще, естественно, наносятся так называемые шумовые полосы. Монтируются искусственные неровности, как непосредственно перед пешеходными переходами, так и в других местах, где существует повышенный риск ДТП. Ну, например, это выезд из прилегающих территорий, то есть череда небольших искусственных неровностей. Если не притормозишь, ехать по ним неприятно. Но, с другой стороны, особо хитрые, простите так выражусь, кировские водители начали объезжать по встречной полосе эти искусственные неровности. И очень неприятно, когда такой водитель летит на тебя, когда ты находишься на своей полосе, а он это все пытается объехать. Далее, одна из мер, используемых у нас, это установка так называемых делиниаторов, сигнальных столбиков, которые разграничивают встречные потоки. Но я это называю для водителей, у которых особые проблемы со зрением существуют. Потому что, например, на улице Воровского, там, где двойная, сплошная, да, существует, поверх нее установили этот делиниатор, уж чтобы откровенно показать, что здесь ни в коем случае пересекать и выезжать на встречную полосу нельзя. Далее, дополнительная подсветка пешеходных переходов в качестве тоже меры повышения безопасности дорожного движения, светодиодные проекции, организация кругового движения. Ну, вот тут, кстати, вопрос. В апреле этого года нам обещали, что на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса появится очередной перекресток с круговым движением. И весной должна была быть готова проектно-сметная документация, во что это вылилось и выльется пока непонятно. Есть, кстати, как и сторонники, так и противники организации кругового движения. Да, с одной стороны, да, с одной стороны, можно убирать светофоры и разрешить и позволить водителям без них двигаться. Ну, по, собственно, известным уже правилам, когда ты выезжаешь на такой перекресток, то ты должен уступить дорогу те, кто на нем уже находятся и все. Но, с другой стороны, это создает дополнительные какие-то непонятные ситуации. Проблем не перестраиваться, видите ли, там, на этом перекрестке с круговым движением. И можно зацепить ненароком машину, которая находится рядом. Ну, и много других проблем существует. Алло, добрый день, как вас зовут? Алло. Слушаю. Да, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Петр. А, Петр. Вы пешеход или автомобилист? Сразу поинтересуюсь. И то, и другое. А, и пешеход, и автомобилист. Ну, давайте с пешеходов начнем. Вы часто сталкиваетесь с такими нерадивыми водителями, которые вас не пропускают на пешеходном переходе или проезжают вам практически по ногам, когда вы идете в районе въезда или выезда во двор. Вот, на мой взгляд, очень многие кировские водители забывают этот пункт правил, где говорится о том, что при въезде и выезде во двор или с прилегающей территории вы обязаны уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Вот там так написано. У вас есть подобные примеры, Петр? Ну, как таковых подобных примеров я, наверное, только один смогу вспомнить, когда меня чуть не злили, когда я переходил дорогу на зеленый свет. Ну, это да, это вполне нормально, да. Тут есть один нюанс, правда. Водительница была не кировчанкой, потому что номера были московские. А в целом, я бы сказал, что в последнее время культура у нас как-то с этим повысилась. Повысилась? Это вы на чем основываетесь? Какие у вас есть? Ну, во-первых, чаще стали пропускать на нерегулируемых переходах. Во-вторых, вот как вы говорили, при езде и выезде из дворов. Пропускаю почти всегда. А как водитель? Как водитель, что, как можете охарактеризовать поведение ваших коллег, находящихся за рулем? Ну, там разные тоже категории бывают. Ну, категории бывают разные. В Кирове довольно высокая культура вождения. Например, с некоторыми другими регионами, особенно те, которые поюжнее. А что там? Что не так? Так что там кардинально худше, чем у нас? Ну, скажем так, у нас все-таки хотя бы краем глаза, но смотрят на других водителей. В регионах поюжнее на это внимание не обращают. Человек едет просто по своей траектории. А там столб впереди, КАМАЗ впереди, без разницы. Ну, вот у нас недавно от слушателей прозвучало мнение о том, мнение бытует уже много лет, о том, что отдельные участники дорожного движения, водители транспортных средств, у нас не позволяют, вернее, позволяют себе зачастую при маневрах не использовать указатели поворота. Это замечаете? Ну, бывает такое, но я бы не сказал, что это только у нас в области касается. Это, по-моему, повсеместно по России. Ну, что тут можно сказать? Это надо как-то лечить. Ну, в общем и целом, не особо склонны критиковать уровень водительской культуры в нашем городе и вообще качество организации дорожного движения. В общем, все нормально? Ну, все всегда могло бы быть лучше, но в целом удовлетворительно. Я бы так сказал. Удовлетворительно. Хорошо, спасибо за эту оценку. Принимаем ее в народном мнении. Спасибо большое за комментарий. 211-101, не знаю, получится ли у вас еще дозвониться, но время-время-время передачи заканчивается уже, да. И номер для сообщения 8909-720-101-0. На пешеходах, если успею немножко остановлюсь, в конце передачи все инициативы законодательные, которые обсуждаются и принимаются в последнее время в нашем государстве, они как-то больше водителей касаются. Да, гайки закручиваются, штрафы увеличиваются. Взывать к ответственности пешеходов, вот об этом как-то немножко подзабыли. Хотя периодически различные общественные организации автомобилистов говорят о том, что штраф надо повышать для пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Все-таки 500 рублей, по словам активистов, это вроде как маловато. Непропорционально с тем наказанием, которое несет водитель в случае непропуска пешехода. Для водителя это штраф от 1,5 до 2 тысячи, а тут вроде как всего 500 рублей. Ну вот есть, вроде как зреют уже законодательные инициативы в той же Госдуме, когда и пешие участники дорожного движения будут нести более серьезную ответственность. Это, на мой взгляд, дело какой-то самой ближайшей перспективы. На этом сегодняшняя программа «Народное мнение» завершается. Спасибо, до встречи через неделю. Удачи на дорогах, до свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение Субтитры создавал DimaTorzok